Друзья, я вам предложил сегодня, с сегодняшнего дня, начать проходить некоторые тесты на знания Евангелия. Сегодня у нас будет 10 вопросов, то есть каждый вопрос будет с несколькими вариантами ответов. Этот тест поможет нам проверить наши знания Евангелия или освежить память. Для кого-то он будет поводом, чтобы узнать для себя что-то новое или заинтересовавшись каким-то вопросом, может быть самостоятельно более подробно его изучить. Также по ходу ответов на вопросы у нас могут возникать новые вопросы, какие-то наводящие, которые мы вместе будем разбирать. И вот я вам сейчас расскажу условия, по которым мы будем отвечать на тесты. Я вот вывожу на экран вопрос с вариантами ответов. На один вопрос может быть не только... Попрошу, пожалуйста, не спешите отвечать на вопросы. Я когда вот дам старт, тогда будем отвечать. Здесь может быть не один правильный вариант ответов. Ну и вы, если знаете правильный вариант ответа, не отвечайте, а только отправьте в комментариях цифру 1, чтобы я видел, что вот вы знаете, кто-то из вас знает точный ответ и вижу, кто его знает. И вот из всех приславших цифру 1 я могу спросить любого или нескольких. И тогда он даст правильный вариант ответа. Затем я вот сам называю правильный вариант или варианты. И все остальные могут сверить свой вариант ответа с правильным. И запомнить в конечном счете, сколько правильных ответов у вас получилось из 10. Итак, вот давайте посмотрим в заповеди о любви к ближним, что подразумевается под ближними родственники, кто подразумевается родственники, соотечественники, единоверцы. Или все, особенно те, с кем человек соприкасается в жизни, кого Бог посылает на его жизненном пути. Вот Влад уже, вижу, знает. Вижу, знает Эльмира. Но пока присылает только единичку. Комментарии удаляю с ответом. Виктория знает. То есть, пока четверо знакомы с правильным ответом. Ирина знает. Удаляю ее ответ. Ну, этот тест, он достаточно простой. Поэтому, Влад, скажите нам, пожалуйста. Влад, скажите, пожалуйста, какой ответ правильный? Напишите, какой вариант. Да, друзья, совершенно верно. Вот, действительно, кто для себя видит правильный ответ под буквой Г, это правильный ответ. И вы правильно понимаете учение Иисуса Христа. Вот в отличие от тех, кто, вот, например, от современников Иисуса Христа, евреев, которые в большинстве своем считали, что вот их родственники, соотечественники, единоверцы являются их ближними. И всех иных людей, они воспринимали, там, вот, язычников, например, самарян или хананеен, они считали, ну, просто хуже собак. И, проходя даже по их земле, они, вот, очищали свои ноги, омывали, чтобы, вот, как бы, не оскверниться. Вот, ну, а Христос учил тому, что, вот, ну, с кем бы человек не соприкасался в своей жизни, его нужно воспринимать как Христа. Поэтому, вот, он и говорил, что на страшном суде он будет спрашивать людей, вот, почему я там был нищим, и вы мне не подали куска хлеба. Я приходил к вам в образе больного, и вы не посетили меня в больнице. Да, вот Виктория пишет, совершенно верно. Как мне говорила одна монахиня, ближние – это те, кто находятся рядом с человеком в данный момент. То есть, те, кто ближе всех в данную секунду, они и есть ближние. Совершенно верно. И с вопросом, кто мой ближний, помните, к Иисусу Христу подошел человек и тоже спросил, кто мой ближний. Ну, он изначально спросил, какие наивысшие заповеди, и Христос ему ответил, что возлюби и Бога, и ближних, Бога возлюби и ближних, как самого себя. То есть, это самые величайшие заповеди. И тогда этот человек спросил, а кто мой ближний. И вот он привел ему в пример притчу, когда шел еврей, и на него напали разбойники, ограбили, избили до полусмерти. И мимо проходил его же соотечественник, по сути, священник, еврей, и не помог ему. Проходил левит. Левит, ну, это как бы помощник священника. Ну, можно сравнить его с нашим диаконом, да. Вот есть у нас священники, есть диаконы. Левит это наподобие диакона. Тоже еврей. И прошел мимо, не помог. А проходил самарянин. И вот как раз тот, кого евреи не считали не только за ближних, но вообще боялись с ними соприкасаться, боялись искверниться. И вот он-то помог этому еврею. И вот действительно, каждого, кого мы видим, мы должны воспринимать как нашего ближнего, как Христа. Давайте следующий вот у нас тест. Напомню, друзья, не отвечайте, пожалуйста, не давайте правильного варианта ответа, а просто присылайте. Кто знает правильный вариант ответа, присылайте единичку. Вот Пилат приговорил Иисуса Христа к распятию, потому что признавал его виновным. Хотел угодить израильскому народу. Жена Пилата просила казнить Иисуса. Пилат испугался первосвященников и фарисеев. Друзья, кто знает правильный ответ, присылайте, пожалуйста, единичку. Виктория, прошу присылать единичку, если вы знаете правильный ответ. Не нужно называть букву правильного ответа. Виктория, пока не знает, но скоро узнает. Я понял вас, Виктория, что вы не знали, поэтому написали наугад. Ну, давайте не будем смущать тех, кто не знает или знает, но может сомневаться после вашего ответа. Поэтому просто либо присылаем единичку, если вы знаете, либо вообще ничего не присылаем и ждем правильного ответа. Хорошо, Эльмира, скажите, пожалуйста, какой правильный ответ? Совершенно верно, Эльмира. Он действительно испугался первосвященников и фарисеев. Изначально он не хотел осуждать Иисуса Христа. Он, пообщавшись с Ним, не увидел в Нем никакой вины. И израильскому народу он хотел, может быть, в какой-то степени угодить. Ну, это не совсем правильный ответ. На самом деле Пилат был достаточно жестоким правителем и много казней, много людей отправил на казнь. И старался своей жестокостью держать таких евреев. Евреи достаточно такие, были народ такой склонный к бунту, к восстанию против римского владычества. И вообще в то время, во время Иисуса Христа, Израиль, Иудея, она была как пороховая бочка. И в его момент могла взорваться восстание. Которое вот, иногда вот эти восстания происходили. И римские правители, в том числе Пилат, эти восстания жестоко подавляли. И вот Пилат пытался и кнутом, и пряником как-то усмирять народ. Поэтому в какой-то степени он хотел угодить народу, но не тем, чтобы казнить Иисуса Христа. Жена Пилата, наоборот, перед судом над Иисусом Христом, она видела сон, после которого она просила, наоборот, Пилата, прислала ему послание в его прокуратуру. Чтобы Пилат пощадил этого праведника, не казнил его. А вот вариант того, что он испугался первосвященникам, он действительно правильный. Потому что первосвященники первое время не могли убедить Пилата, чтобы он казнил Христа. Теми доводами, когда говорили, что он, вот этот Иисус, называл себя Сыном Божиим. Поэтому вот его нужно казнить. Пилат говорил, какое мне дело, что он называл себя Сыном Божиим. Я не вижу в нем никакой вины. Тогда они сказали, что вот за этим лжецом ходит масса народа. И в любой момент он может им сказать, и они вообще желают провозгласить его царем. Если они захотят, по одному слову, вот этого народа, действительно, вспомним, да, когда Иисус Христос накормил пять тысяч человек двумя хлебами, да. И после этого народ готов был взять его на руки и понести в Иерусалим и провозгласить царем. При этом они смели бы и все войско, которым обладал Пилат, просто начисто, и подняли бы восстание против Рима. И вот тогда первосвященники и фарисеи сказали Пилату, если вот ты не казнишь этого Иисуса, то ты не друг Тиберию, императору. И вот тогда Пилат испугался, что вот они могут послать письмо Тиберию, что вот Пилат является неким пособником к смутам в Израиле. И после этого Пилат уже принял решение Иисуса казнить. Попытался избежать этого, пытался умилостивить народ. Сначала избил Иисуса Христа своими воинами и показал, что вот смотрите, что с ним сделали, вам и недостаточно, вы хотите вообще убить его. И народ по наущению первосвященников кричал, что да, распните его. И он предложил им тогда, давайте я отпущу кого-нибудь вот из-за вашего праздника, отпущу кого-нибудь из преступников, приговоренных к казни. Народ попросил, чтобы отпустили варау, опять же, по научению первосвященников и фарисеев. Вот я вижу, что Виктория задает вопрос. Пилат ведь все равно согрешил. С него же за это спросится на страшном суде. Смотрите, Христос говорил Пилату, что спросится больше с тех, кто предал его на эту смерть. То есть спросится больше с книжников и фарисеев, из первосвященников. Но все равно спросится. То есть вот таким образом. Давайте следующий вопрос. Исцеление Христом, одержимого злым духом, которого не могли, а исцелить апостолы, следовало сразу же после. В воскресенье сына в Тавыдаинской, после торжественного въезда Иисуса Христа в Иерусалим, после преображения Христа на горе Фавор. Кто знает правильный ответ, присылайте единичку. Влад, скажите нам правильный ответ какой? Нет, Влад, это как раз случилось после того, как Иисус Христос вместе со своими учениками, Петром, Иоанном и Иаковым, сошли с горы Фавор, где было преображение Иисуса Христа. И вот как раз столкнулись с той ситуацией, когда ученики Христа не могли исцелить бесновящегося мальчика и имели при этом спор с книжниками и фарисеями. То есть фарисеи их как бы обвиняли, что вот так, вы не имеете силы. Поэтому вариант В. Да, да, здесь Влад, это конечно бывает, бывает как бы последовательность, вопросы с последовательностью, они самые такие сложные в основном. И следующий вопрос. Что означают слова Иисуса Христа «продай одежду свою и купи меч»? А. Наставление апостолам вооружаться мечами против их врагов. Б. И насказание о том, что апостолам нужно иметь железную волю в противостоянии с враждебным Христу и им самим миром. В. Пророчество о крестовом походе европейцев для освобождения Иерусалима от мусульман. Кто знает правильный ответ, присылайте цифру 1. Евгения знает. Виктория знает. Эльмира знает. Виктория, скажите, пожалуйста, нам правильный ответ Совершенно верно, Виктория Так и есть Слово «продай одежду свою, купи меч» действительно нельзя понимать буквально Христос посылал своих апостолов распространять его учения не силой меча, но словом и примером Заповедав раньше не противляться злу злом же, а побеждать его добром И запретив в эту же ночь апостолам защищать его силой Помните, да, когда Петр ударил в слугу первого священника мечом И Христос запретил ему делать это Вот, а наоборот призывал побеждать зло добром Запретив в эту же ночь апостолам защищаться И предупредив их, что все взявшие меч мечом погибли Господь не мог дать им теперь новую заповедь, противоречащую всему его учению Поэтому слова «купи меч» надо понимать как иносказание Табличку с какой надписью Пилат приказал прикрепить на кресте Христа? А. Самозванец Б. Богохульствующий В. Се есть царь иудейский Г. Невиновен Светлана знает, но мы не знаем правильно или нет Пока не знаем И не нужно пока говорить Чтобы не смущать своим неправильным, возможно, ответом других Дарья знает, но тоже не будем смущать Вдруг ваш ответ неправильный Влад знает Евгения, Эльмира, Ирина Влад, скажите, пожалуйста, правильный ответ Совершенно верно, Влад Пилат Сей есть царь иудейский Ко кресту Иисуса Христа выше его головы прибили войны, составленную Пилатом надпись Сей есть царь иудейский Написано это было на трех языках Еврейском, Арамейском, Греческом и Римском, Латинском И поступил так Пилат для того, чтобы иностранцы, съехавшиеся к празднику в Иерусалим Могли прочесть, что распят царь иудейский Чтобы могли понять, как евреи поступают со своими царями Прочтя эту надпись, первосвященники поняли, что Пилат над ними издевается То есть зло насмехается над ними И потому сейчас же отправили к нему некоторых из своих единомышленников сказать Зачем ты написал царь иудейский? Напиши то, что он сам говорил, что я царь иудейский Тогда всякий поймет, что он так называл себя Но что мы не признаем его своим царем Пилат не мог простить первосвященникам, что они довели его до рабского подчинения, их упрямству И потому теперь резко ответил им Не ваше дело вмешиваться в мои распоряжения Что я написал, то так и останется написанным Все есть царь иудейский Сказанные Христом слова О род лукавый и прелюбодейный Доколе буду терпеть вас Сказанные им по отношению А. К апостолам Б. К отцу беснующегося сына Которого не смогли исцелить апостолы И. В. Ко всем присутствующим Эльмира знает, Евгения Влад знает Евгение, скажите пожалуйста, какой правильный ответ А теперь правильный ответ. К Отцу Беснующегося Сына, которого не смогли исцелить апостолы. Именно к Нему обращался Иисус Христос. И это был не упрек, не гнев, это была скорбь Христа о неверии развращенного фарисеями народа. То есть помните, как сказал вот этот отец Беснующегося Сына, как он обратился ко Христу, что мол, вот ученики твои не смогли исцелить моего Сына, ну сделаешь ты, если что можешь. То есть как бы он сомневался, что Христос может исцелить его Сына, поэтому сказал, если что можешь. И Христос вот так вот ему ответил, о род лукавый и прелюбодейный, доколе буду терпеть вас. И вот эта скорбь была, как святые отцы говорят, что это не гнев, это была скорбь Христа о неверии развращенного фарисеями народа. Седьмой вопрос. Рождение Иисуса Христа произошло в Вифлееме, а не в родном Назарете. Почему? Так было предсказано пророками. Вариант А. Вариант Б. В Вифлееме был ближайший роддом. Вариант В. Это случилось по пути на перепись населения Марии и Иосифа. И. Мария и Иосиф были в гостях у родителей Иоанна Крестителя. Если кто-то знает правильный ответ, присылаем единичку. Евгения знает. Дарья знает. Эльмира. Дара, скажите, пожалуйста, какой правильный ответ? Виктория знает. Влад знает. Совершенно верно. Виктория. А, да, Дара. Дара. И Влад правильно ответил. Действительно, это было по дороге на перепись населения. Иисус Христос родился именно в Вифлееме и в пещере для загона скота. Почему? Потому что Вифлеем был переполнен вот этими туристами, если можно их назвать, ну вот пришедшими на перепись населения. И не оказалось места ни в гостинице, ни где-то в каком-то доме в другом. А вот они смогли поселиться именно в пещере. Вот. Слава Богу, Влад пишет, что этот вопрос был очень легкий. Хорошо. Давайте следующий вопрос. Может быть, он потяжелее. В плече Христа о брачном пире человек был изгнал с пира, потому что Вариант А. Не удосужился приобрести брачные одежды. Вариант Б. Не был достойным для принятия отслуг на входе брачной одежды. И вариант В. Не захотел принять брачные одежды от служителей при входе на пир. Да, я знаю. А теперь, пожалуйста, все, кто знает, кто единичку прислал, пришлите правильный ответ. Владислав знает. Эльмира. Дарья. Влад. Ну, смотрите. На самом деле, вариант Б правильный. Более правильный. Ну, что касается самой вот этой притчи, да, не смысловой нагрузки, а вот с того варианта, вот того сценария, можно сказать, этой притчи. По сценарию, все, кто приходит на брачный пир какого-то земного царя, они на входе. Ну, если достойные, да, если не просто там кто-то с улицы пришел, а кто-то достойный. Каждый, кто приглашен, он получает брачную одежду. То есть, ему белый такой халат дают, он накидку на себя его одевает и заходит на этот брачный пир. То есть, кто-то спрашивает, да, ведь были созываемы все, и злые, и добрые, и богатые, и бедные. Они приглашали всех, но почему-то вот одного выгнали. Ведь он же мог быть настолько бедным, нищим, что не мог купить какую-то одежду брачную для себя, да. Кто-то вот не понимает, мы современные люди, да, когда нас приглашают куда-то, да, мы покупаем себе там смокинг или какой-то костюм, да, или как-то прилично одеваемся, и приходим уже в своей одежде. Раньше было не так. Раньше ты приходишь, тебе дают на входе вот эту одежду. То есть, современники Христа, они понимали, о чем идет речь. И понимали, что если кто-то не получил этой одежды на входе, то он просто был недостойным. То есть, его не пустили. Но он так хотел зайти, что вот, может быть, через окно залез. Или каким-то другим ходом прошел. Но через обычные там двери, через мимо слуг он пройти без брачной одежды не мог. И, значит, ну вот Ирина пишет, что эти ответы все правильные, да. Но если как бы по сути, по сути притчи, да, может быть, они все правильные. Потому что мы все должны, как бы, обликаться вот эту брачную одежду светлую, да, сотканную из белых ниток. Белых ниток, ну, в сравнении с добрыми делами, да. Чем больше у нас добрых дел, вот этих ниток, тем больше, значит, у нас возможности сшить вот эту брачную одежду, да. И подготовиться к Царству Небесному, Царству Божию, Царству Небесному. И вот, потому что действительно не все достойны войти в это Царство. И Господь предлагает на входе поменять брачную одежду, скинуть с себя одежду греховности. Те, кто готов с себя ее скинуть, готов отказаться от злых дел, готов не называть белое черным, а черное белым, готов принять Христа, исследовать его заповедь, те автоматически обликаются в эти белые одежды. Христос приблизился к бесплодной смоковнице для того, чтобы Удостовериться, что на ней нет смокв. Вариант Б. Удостоверить апостолов, что на смоковнице нет смокв. И вариант В. Здесь я ошибся с буквы. Укрыться от дождя. Какой первый, второй или третий вариант правильный? Присылайте цифру 1, кто знает правильный ответ. Эльмира знает, Дара, Евгения. Хорошо. Из 24 участников нашего теста трое знают. Это не очень хорошо. А теперь, те, кто знает, пришлите, пожалуйста, правильные ответы. Ваши варианты. Эльмира пишет, что не все люди активные, многие скромные. Ну, скромность тоже хорошее качество. Эльмира считает, что вариант А. Ну, да, Христос пошел. Как? Здесь нет правильного ответа. Христос, он же Бог, да? Он знает все, он знает даже мысли людей. Естественно, знает, были смоквы на этой смоковнице или не были. Задача Христа в этом случае была в том, чтобы подойти поближе к смоковнице и чтобы сами апостолы убедились в том, что смоковница не имеет смок. При всем при том, что она, в отличие от других смоковниц, стоявших рядом, обладала пышной растительностью. Она была окутана листьями, то есть выглядела очень даже привлекательно. И являясь поздним сортом вот этих смоков, то есть там есть ранние, значит, цветущие, да, поспевающие, есть поздние поспевающие. И вот хотя еще основной период не настал, основного сбора вырожая смоков, вот некоторые смоковницы все-таки могли иметь на себе смоквы. И вот все вместе пошли убедиться в том, что вот именно на этой смоковнице, имеющей вот листья, пышный такой, на ней именно нет этих смоков. И вот тем самым Христос продолжил свою притчу о бесплодной смоковнице, которую Он говорил ранее своим ученикам, о том, что смоковница, не проносящая плодов, будет срублена. И дальше вот Он продолжил эту притчу, Он сказал, что раз ты так и не приносишь смоков, раз народ израильский так и не принял учение Иисуса Христа, Он будет так же поражен, как и вот эта смоковница, которая засохла впоследствии, в чем тоже убедились апостолы. По одному слову Иисуса Христа она засохла. Также потом был наказан израильский народ. И последний вопрос. Моление Иисуса Христа в Гефсиманском саду было ближайшим событием. Вариант А. Перед торжественным въездом Иисуса Христа в Иерусалим. Вариант Б. После воскресения Лазаря. Вариант В. После Нагорной проповеди. Вариант Г. После Тайной вечери. Вариант Д. Перед арестом Христа Синедриона. Дарья знает. Евгения знает. И остальные 30 человек. Эльмира знает. А остальные просто стесняются. Влад знает. А теперь, друзья, кто знает, пришлите правильный вариант ответа. Евгения говорит, что все знают. Давайте посмотрим. Какой правильный вариант? Д считает Евгения. Д считает Эльмира. Эльмира. Ирина знает, но пока держит в секрете. Эльмира и Влад Евгения правы. Вариант Г и Д. Сразу же после Тайной вечери. Иисус Христос и Своими учениками последовали в Гефсиманский сад. И сразу же после моления Иисуса Христа о том, чтобы чаша сия его миновала. Но при этом Христос сказал, что да будет не моя воля Господи, но Твоя. После этого события сразу же последовал арест Иисуса Христа Синедрионом. И вот, друзья, на эту тему я хотел бы вам прочитать стихотворение Бориса Пастернака, называющийся «Гефсиманский сад». Был поворот дороги озарен. Дорога шла вокруг горы Масличной. Внизу под нею протекал кедрон. Лужайка обрывалась с половины. За ней начинался млечный путь. Седые серебристые маслины пытались вдаль по воздуху шагнуть. В конце был чей-то сад, надел земельный. Учеников, оставив за стеной, он им сказал. Душа скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мной. Он отказался без противоборства, как от вещей, полученных взаймы, от всемогущества и чудотворства. И был теперь как смертный, как мы. Ночная даль теперь казалась краем уничтожения и небытия. Простор вселенной был необитаем. И только сад был местом для житья. И, глядя в эти черные провалы, пустые, без начала и конца, Чтобы эта чаша смерти миновала, В поту кровавым он молил Отца. Смягчив молитвой смертную истому, Он вышел за ограду на земле. Ученики, осиленные дремой, валялись в придорожном ковыле. Он разбудил их. Вас Господь сподобил. Жить в дни мои. Вы ж развлеглись, как пласт. Час сына человеческого пробил. Он в руки грешников себя предаст. И лишь сказал, неведомо откуда, Толпа рабов и скопище бродяг, Огни, мечи, И впереди Иуда с предательским лапзанием на устах. Петр дал мечом отпор головореза, И ухо одному из них отсек. Но слышит, спор нельзя решать железом. Вложи свой меч на место, человек. Неужто тьмы крылатых легионов Отец не снарядил бы мне сюда, И волоска тогда на мне не тронув, Враги рассеялись бы без следа. Но книга жизни подошла к странице, Которая дороже всех святынь. Сейчас должно написанное сбыться. Пускай же сбудется оно. Аминь. Ты видишь, ход веков подобен притче, И может загореться на ходу, Во имя страшного его величия Я в добровольных муках в гроб сойду. Я в гроб сойду, и в третий день воскресну, И как сплавляют по реке плоты, Ко мне носут, как баржи каравана, Столетия поплывут из темноты.